Кремлина и Святаго Духа Из получения Святаго Яна Затаустова на послание апостола Павла к римлянам Ничто не может повредить славы Божией, потому что Бог благословен вовеки Апостол показывает, что Бог оставил язычников не потому, что мстил за себя, так как Он ничего от этого не потерпел Если язычники оскорбляли Его, то Он не оскорблялся Слава Его не умолялась, но Он всегда пребывал благословен Если и любомудрый человек часто может совсем не чувствовать оскорбления, то тем более Бог, существо бессмертное, неизменяемое, слава неприходящее и неподвижное Ведь и люди уподавляются Богу в этом отношении тогда, когда они нисколько не чувствуют обиды от тех, которые желают вредить Когда они не оскорбляются наносимыми им обидами, не чувствуют ударов, когда их бьют, и насмешек, когда другие смеются над ними Но возможно ли это, спросит кто-нибудь? Возможно Даже весьма возможно Всякий раз, когда ты не скорбишь по поводу случившегося И как возможно, спросит не скорбеть? А я спрашиваю, как можно скорбеть? Скажи мне, если бы тебя оскорбило собственное твое дитя, то неужели ты эту обиду счел бы за действительную обиду? Неужели ты стал бы скорбеть? Нет А если бы ты стал обижаться, то не смешон ли ты тогда будешь? Будем, и мы таким же образом относиться к ближнему, и тогда не потерпим ничего неприятного Ведь обижающие другого неразумнее детей И будем требовать, чтобы нас не обижали Но, будучи обижены, перенесем обиду великодушно, так как в этом и состоит истинная честь Почему же так? А потому, что в этом ты, господин, а в том другой Разве ты видел, чтобы пораженный Адамант сам ударил? Такова ответишь ты его природа Но ведь и тебе, по доброй твоей воле, невозможно сделаться таковым, как он по природе Что же, разве ты не знаешь, что отрики не опалились в пищи, а Даниил во рве не потерпел никакого зла? И ныне это может случиться И нас окружают львы гнев и похоть, имеющие опасные зубы и растерзающие всякого подвергшегося их нападению Будь же таким, как Даниил, и не позволяй этим страстям впиваться зубами в тебе в душу Но скажешь, Даниилу во всем помогла благодать Правда? Но помогла потому, что ей предшествовала, собственно, его воля Таким образом, если и мы пожелаем сделаться подобными ему, то благодать и ныне готова помогать Как ни голодны звери, они не прикоснутся к твоему ребру Если они устыдились тогда, когда увидели тело раба, то неужели не усмирятся теперь, когда уйдет члены Христовы? А таковы мы верующие Если же не усмиряются, то, конечно, по вине вверженных Действительно, многие доставляют этим львам обильную пищу тем, что содержат блудниц Нарушают браки, мстят врагам Поэтому и растерзываются прежде, чем достигнуты дна рва Но не то случилось с Даниилом Не то и будет с нами, если мы пожелаем А совершится нечто больше того, что было прежде с Даниилом Тогда львы не сделали вреда А нам, если мы будем бодрствовать Обижающие принесут и пользу Так Павел сделал со знаменитым от оскорбителей и злоумышленников А ее вследствие многих болезней и ран Иеремия из-за грязного рва Но и вследствие потопа Авель вследствие злоумышления Моисей по вине жаждающих крови иудеев Так и Елисей, так и каждый из великих тех мужей Все они получили блестящие венцы не за безмятежную и роскошную жизнь Но за скорби и искушения Потому и Христос, ведая об этом способе прославления, говорил ученикам В мире будете иметь скорби Но умужайтесь Я победил мир Евангелие от Иоанна 16.33 Так что же спросят? Разве не многие так же пали под тяжестью зол? Пали, но не от свойства искушений, а от собственного нерадения Но тот, кто творит искушения, может и помощь подаст Сам да поможет всем нам И да прострет руку, чтобы мы, торжественно прославленные, достигли вечных венцов Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу и Святому Духу слава, честь, держава ныне и пресно и во веки веков Аминь Аминь